После 4 длинных дней мы достигли исторический момент в этой элекции. Мы можем сейчас проектировать победителя президентской рации. Джоусеф Р. Байден Джуниор избежал 46-й президент США. Америка выбрала демократа Джо Байдена своим 46-м президентом, говорит CNN. Они называют Байдена человеком, чей характер был сформирован тяжелой личной трагедией и который восстановит спокойствие и правду после изнурительного и маникального срока Дональда Трампа. В письменном заявлении Байден, который должен выступить немного позже сегодня, сказал, что он благодарен за доверие, которое ему оказал американский народ во время национального кризиса. Перед лицом беспрецедентных препятствий проголосовало рекордное количество американцев. Это еще раз доказывает, что демократия бьется в сердце Америки. Компания окончена, добавляет Байден. Пора оставить гнев и резкую риторику и объединиться как нация. Мы, Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, что мы бы не смогли сделать вместе. Такими пафосными словами заканчивает он свое письменное обращение. Реакция рынка криптовалют не заставила себя ждать. Биткоин обвалился более чем на 1200 долларов за несколько часов. Но, ребята, я хочу показать вам кое-что, что все равно остается оптимистичным для биткоина. Перейдем на недельный график. Здесь до сих пор остаются все уровни, которые я для себя обозначил. Во-первых, посмотрите на поведение этой крайней недельной свечи. Ее нижняя тень идеально отскочила от верхней границы фигуры, которая указывает на рост биткоина до 17 тысяч долларов. Учитывая, что и предыдущая недельная свеча тоже закрылась над ним, можно оставаться оптимистом. Также обратите внимание на верхнюю тень этой свечи. Она почти идеально достигла первого уровня сопротивления, о котором я вам уже рассказывал, и отскочила от него. Поэтому я вижу два сценария. При условии, если очередная недельная свеча закрывается выше этого треугольника, а затем и выше первого уровня сопротивления, я безусловно буду оставаться оптимистом. Если же все будет наоборот, то будем поздравлять шартистов. Пока что, учитывая то, как эти уровни сработали, я остаюсь оптимистом. И если быть честным, я остаюсь им всегда. Даже во время вот этого мартовского обвала я говорил, что все будет хорошо. Теперь я хочу показать вам этот график. Это график страха и жадности на криптовалюте. Соответственно, пики этого графика – это моменты максимальной жадности на рынке, а минимумы этого графика – моменты максимального страха. Как вы видите, сейчас этот график начал откатываться после достижения своего максимума. Я обозначил на графике цены биткоина моменты предыдущих пиков жадности на рынке. Вот, например, август и сентябрь 2020 – пик жадности инвесторов. Что мы видели на графике цены биткоина? Правильно, падение курса. Но в том числе и хороший шанс закупиться. Далее, февраль 2020 – опять пик жадности. Что мы видели? Правильно, падение курса. Июнь 2020, когда рынок был максимально жадным, курс биткоина тоже упал. Поэтому и сейчас с жадностью почти на пике падение рынка не было чем-то неожиданным. Более того, оно дает мне возможность всего лишь докупиться еще больше. Поэтому я считаю, что это падение – хорошая возможность, но не причина для паники. Как, кстати говоря, и все остальные другие падения. Особенно хороши такие крахи, как мы наблюдали в марте. Это вообще были буквально халявные цены на биткоин. И на самом деле, такие цены на биткоин могут быть только после таких огромных обвалов. Поэтому бояться их вовсе не стоит. Их нужно использовать. Так что без паники, друзья, все будет отлично. Если вы считаете точно так же, то поставьте лайк. Давайте наберем 2020 лайков. Или может быть 2021 лайк. Ведь нас ожидает очень классный 2021 год. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Вам я могу посоветовать богатеть. И увидимся завтра. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok